Здравствуйте, друзья! Большой футбол на нашем канале! Финал Кубку и Фарли Сабуния и так получилось, что соперник ЦСКА по этому матчу португальский спортивный на своем стадионе играет с московскими армейцами. Команда уже на поле, вот расстановка соперников. Начинаем с футболистов спортинга. Морота Риккарду, бак номер 76. Восьмой капитан Федро Барбо, за десятый Сабинту, одиннадцатый Телло, четырнадцатый Моторфи, пятнадцатый Мигель, двадцать вторую Бету. Двадцать шестой Фабио Рушимбак, двадцать восьмой Жао Мутиньо, тридцать первый Лекцем, тридцать седьмой Рожери уже забирает. Песня, главный тренер спортинга, главный тренер ЦСКА Валерий Газаев. И следующий состав формеется в состав предельно атакующий. В воротах Игорь Акельфеев, номер тридцать пять. Четвертый капитан Сергей Кношевич, шестой Алексей Пересуцкий, седьмой Данил Карвалю, девятый Литцовович, одиннадцатый Багнер Ла. Потому что пропадала тут техническая причина, мы с умовами сейчас, но атака спортинга пока здесь. Карвалю, хороший удар! Алексей Березуцкий. Карвалю, хорошая передача, Олич! Удар издали, но это... На весах Игорь Акельфеев, молодец! Здорово, кулаком сыграл. Убрать руку. Очень опасно. Португальская атака сейчас. Коварнейший удар. И Рожерию празднуют успех. Тридцать седьмой номер. Трудно себе представить даже, что творится сейчас на трибунах стадиона Жозе Алваладу. Очень опасно! Сочным ударом в верхний угол ворот Игоря Акельфеева забил бразильский универсал Рожерио. Оказался он на окружности штрафной. Не совсем расторопно действовали там армейские игроки. И мяч отскочил к португальскому бразильцу. К бразильскому португальцу, как угодно его называйте. Все мы знаем, что в Португалии и сборной Португалии немало и натурализованных игроков из Бразилии. Футболистов, которые уже сто лет играют в Португалии. Уже многие забыли о том, что у них бразильские паспорта. Рошембак! Лидсен! Будет, как обычно, сильно подкручивать. Гол! Это, по-моему, Алексей Березуцкий. Сейчас мы с вами увидим этот момент. Тело. Может быть и прав был сейчас. Слева Вагнер Лавширков, один открыт, убегай Юра и забивай. Ну, гол! 2-1, 2-1. Но, наконец-то, Юра в этом матче, молчавший на протяжении 65 минут, сказал свое слово. Да! Ну же, Милош, убегай и делай этот момент. Удар? Нет. Передача, вразильца. Бой момент! Сейчас передачу сделают, только чтобы офсайда не было. Вразильц! Ай-яй-яй! Дальний удар, Акинфеев, мяч вытащил из нижнего угла. Рядом никого из партеров нет, они все выходили. Прострел! Штангар! Это была предыгровая тренировка. И вот, хороший какой, здоровый атака, может быть, отдай! Ну, 3-1! Да! Ландер Лавширков! И опять Даниэль Карлалюк, хет-трик седьмого номера. Здорово, здорово, вот он фарт. Должен, должно быть удача. Так вот, по поводу истории, вчера на предматчевой тренировке, на левой половине поля, которая сейчас принадлежит спортингу, тренировался спортинг. А ЦСКА был на правой. Передача низом, удар по воротам слишком сильно. Подача Акинфеев на выходе, здорово, выбит мяч! Но игра уже остановлена, все равно, и помощь нужна медицинская нашему вратарю. Сканирует наш сектор Игорь Игоря. Акинфеев все это слышит. Акустика потрясающая на этом стадионе. Хочется поблагодарить болельщиков-орлейцев, которые приехали сюда. Да! Финал! Куба УФА за нами! Куба УФА наш! Браво ЦСКА! Спасибо, Валерия Газаев и игроки! Вот оно, настоящее счастье, настоящее радость всего российского футбола и прежде всего армейцев. Это их победа! Это наша победа! Армейцы на газоне. Сейчас там что происходит, вы знаете, это невозможно комментировать, это надо смотреть. Три, два, один, наш! Наш турок! Браво, ребята! И какое совпадение приятное! Мы, конечно, будем подготовлены, мы будем совпадение. Сыне красный белый кождь! И белые цвета тоже, цвета нашего флага, российского. Спортинг аплодирует нам! Спасибо Спортингу за то, что был такой финал. И браво ЦСКА! Я не знаю, если кто-то сегодня в России сможет уснуть после этого финала. Наконец, после стольких лет мы выиграли, мы выиграли такой трофей. Спасибо вам, Валерий Георгиевич! Спасибо вам, ребята! И низкий поклон вам от всей страны! Спасибо вам, Валерий Георгиевич! Потрясающая, я бы сказал, даже уверенность ушла в каждом матче к заветной цели. Сегодня они это сделали, выполнили. Я хочу поздравить весь наш народ, всех российских болельщиков, которые сегодня переживали, которые сегодня радовались нашей победе. Действительно, эта победа знаковая. Я думаю, наверное, те маленькие дети, которые сегодня играют в детских спортивных школах, для них это действительно, наверное, будет очень хороший пример, куда их надо стремиться. Поэтому я хочу поздравить всех. Меня переполняют эмоции, всех своих близких, родных, всех тех, кто сегодня переживал за нас. Спасибо большое за нашу страну. Я горжусь, что у нас такие сильные футболисты. Я горжусь, что у нас такая сильная страна. Спасибо вам, Валерий Георгиевич, эту победу видел весь мир. Спасибо. Это пошло в историю. Спасибо. Валерий Георгиевич, еще пять. Я не горжусь, я не горжусь. Свет и вечером традиционные желто-красные цвета. Вся республика Северная Осетия, Алань, словно договорившись, сменила на красно-синюю гамму. Сегодня здесь, в каждом доме, в каждом дворе, в каждом уголке маленькой Осетии, за традиционными тремя пирогами возносят мольбы великому богу, чтобы он помог нашему земляку Валерию Газаеву и его команде одержать победу над португальским спортингом. В самом главном доме Осетии традиционный стол был накрыт задолго до часа икс. Уж не знаем, думали ли о некой символике Газаева, когда заселялись в квартиру номер один, но по окончании вчерашнего трудного дня не покидала твердая уверенность, что ничто не случайно. Мы очень нервничаем, так что извините, если что будет не так, сразу же оговорились гостеприимные хозяева. Эмоции действительно ввели через край. Первые минуты матча мама Валерия Георгиевича, Ольга Семеновна и брат Эдуард не сдерживают чувств. Иногда кажется, что Льсабонский стадион не за тысячами, а прямо здесь. У Газаевых свои хорошие приметы. И пусть первый гол все-таки на счету спортинга, но в квартире номер один твердо знает, что все будет хорошо, потому что Ольга Семеновна прямо на экране успевает трижды перекрестить своего любимого сына и ставит на телевизор пасхальные свечи, прибереженные до исторического финала Кубка УЕФА. Что еще поддерживает в этот трудный момент? Твердая уверенность в том, что сейчас за ЦСКА болеют тысячи людей в Осетии. Буквально в каждом уголке. Все. И стар, и млад. Какие эмоции, когда начали по одному отыгрывать все-таки? Сначала первый гол отыграли, потом забили минимальное преимущество. И увеличивают счет. Что вы испытывали при каждом этом голе? Мы радовали и кричали от радости. Конечно. Не правда? И третий гол еще забили. Это уже с ума сошли люди. Наши ребята. И все-таки при каком счете были уверены в победе? 2-1 или 3-1? Мне уже 2-1 хватало. Но третий, когда забили, это еще не знаю, какой радость была. Если бы вы были сейчас в Лиссабоне, в Португалии, что бы вы сказали Валерию Георгиевичу? А что сказали? Он сейчас мне с дорогу позвонит. Он всегда так. Вот когда в финал выиграли, он мне идет по дороге. Мама, я тебя поздравляю. Вот и все. Кубок, завоеванный всей Россией, самым главным болельщиком, светлым, замечательным человеком Ольгой Семеновной Газаевой, впервые отправляется в нашу державу, неся с собой праздник и в маленький ее уголок, в Осетии. На телевизоре в наполненном радостным шумом в доме Газаевых догорают пасхальные свечи. Патим Агами, Владимир Сокуров, Игорь Авдеев, Игорь Такаев, Владикавказ. Сразу после финального свистка Грэма Пола в России началось безудержное ликование. На ночные улицы городов высыпали тысячи людей, многие из которых еще два часа назад вряд ли могли назвать себя футбольными болельщиками. Больше всего повезло москвичам, ведь у них был уникальный шанс стать первыми, кто увидел кубок УИФа на российской земле. И многие действительно приехали встречать триумфаторов в аэропорт, несмотря на бессонную ночь. Вот так встречали победу ЦСКА в Москве. Сразу после свистка Грэма Пола болельщики из баров высыпали на улицу и стихийный праздник захватил всех. Никто не остался в стороне, даже великий русский поэт и тот оказался причастен к большой победе российского футбола. Радостные фанаты уже не вспоминали, что после первого тайма у них было диаметрально противоположное настроение. Можно сказать, мужской разговор такой состоялся, что нам нечего терять, в принципе, было уже. Надо просто показать свою игру, вот весь разговор был. То есть, я думаю, кажется, что Бали сам осознавал. А как оцениваете действия португальского коллеги? Ну, это не мое дело, судясь в артарее, в принципе. Мы забили три, а не забили один, мы выиграли все. Были уверены просто в ней на 100%. Даже не сомневались, что победим, поэтому и победили. Можете ли вы представить, какая встреча ждала армейца в столичном аэропорту? Газаев искренне аплодировал болельщикам. В конце концов, победа ЦСКА – это и их победа. Команда и болельщики – одно целое. А в середине Бурлящего моря, как самое дорогое, серебряная чаша – Кубок Уэфа. Спортинг имел большое преимущество и поддержка, конечно, полного стадиона. Это, конечно, было колоссальное преимущество у Спортинга. Но хорошо, что у нас все так сложилось. Веру, мы поехали, туда надо двигать, Кубок. Веру. Какие ощущения? Кубок Уэфа взяли? Мы не. Хорошие. Не расходились долго, старались осознать случившееся и не могли поверить произошедшему. Российский клуб официально признан в Европе. Этого у нас теперь никто не отнимет. Несколькими часами позже, уже в более спокойной обстановке, эмоциями делился президент ЦСКА. Недооценивать нельзя победу, она, конечно, важна для, наверное, серьезного толчка нашего футбола. Наверное, сегодня уже люди поверят, остальные клубы, и наш рейтинг будет подниматься, а не один ЦСКА будет тащить эти очки. Продолжение следует...